МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости субботы в подробностях. Я Алексей Лихман. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расстрел Мариуполя. В городе десятки погибших и раненых. Свобода слова по-российски. В Москве напали на съемочную группу подробностей. Арест монаха. СБУ задержала пособника террористов. Теракты в Мариуполе. Утром в городе обстреляли жилые кварталы. Обстреляли с территории, на которой орудуют силы так называемой ДНР. Погибших и раненых десятки. Их количество все увеличивается. Последние данные о жертвах и о ситуации к этому моменту узнаем у Александра Пантелеймонова. Он с нами на связи. Александр, мы тебя внимательно слушаем. Да, Леш, здравствуй. Действительно, добрым назвать этот вечер сложно. По последним данным число погибших возросло до 30. Еще почти 100 человек ранены. И среди погибших и среди раненых есть дети. И вот сейчас восточный район Мариуполя обстреливали не только с утра, а еще потом дважды. И сейчас люди, чьи жилища разрушены обстрелом, выезжают в центр города на автобусах. И большинство собирается переночевать пока у родственников и знакомых. У меня разбомбила полностью квартира. Я в ней находился. Вышел на улицу, была куча трусов. Машины горели, разбитые горели машины. Это что-то такое неимоверное, что я служил в Афганистане такого, честно, я особо видел. Как увидел здесь. Многие из тех, кто попал под обстрел, едва выбрались из своих домов. Двери заклинило, покорежило. И именно поэтому точное количество пострадавших пока неизвестно. Потому что полностью поквартирный обход пока еще не завершен. А для тех, кто не будет выезжать из опасной зоны, сейчас оборудуют лагерь, палатки прямо неподалеку от места. Там оборудуют их обогревом. И здесь планируют прийти к людей до тех пор, пока не будет решено, где и как их расселить. Палатку для приема, если будет такая возможность пострадавших, ну и я думаю, параллельно здесь будет размечен штаб. Но мы как спасатели обязаны это делать, и мы это делаем. Вот помогают пострадавшим и простые горожане, и вывоз пострадавших с места события из вот этого вот района планируют продолжать до позднего вечера. Продолжается он и сейчас. Мы вывозим людей в разные безопасные районы города. С микрорайона Восточный, с рынка Денис. Вот работает шесть единиц техники, вот, ну, включая еще маршрутные автобусы. Ну и вот уже установлено, что огонь ввели снова Азовского направления. Там как раз располагаются террористы. По данным разведки, шесть вражеских градов было днем обнаружено. Четыре из них уничтожено нашей артиллерией. Но по самым последним данным, боевикам пришли новые подкрепления и новые установки. Вот пока у меня все, я предлагаю посмотреть, что происходило в Мариуполе сразу после обстрела. Снаряд попал прям при стройку. Вокруг вон дома целые, четко вниз, и все сгорел, построился. И в квартиру попало. Горит все. И пожарки не можем дождаться. Вот зайдите, посмотрите. Все погорело. Вот направление тут. Видите, направление. Ну, примерно, вот. Оно так вот получается. Где-то налебедено. Даже может чуть-чуть, оно сюда. Десятый час был. Бегала туда-сюда, меня в вихрьем кидала по хате, и все. И все сыпалось, а я в страхе, и все. В нашей агаринке я видел даже три трупа, я точно видел. На вернух, и все. И сказали, что возле церкви, вот, рядышком, у нас крышу пробило. Между домов, как молния прошла на стену, это, конечно, очень страшно и непривычно. С этого дня я собираюсь идти в добровольцы. Почему? Потому что мой город начинает бомбить. Теракт в Мариуполе шокировал мировое сообщество. Соболезнования Украине, среди прочих, высказала Литва. Глава литовского МИДа Лина Слинкявичус отметил, время для разговоров Россия использует для поддержки террористов. Приложить все усилия для прекращения обстрелов требует и в Латвии. Посол США Джеффри Пайет назвал обстрелы Мариуполя полным нарушением Минских соглашений, а глава миссии ОБСЕ в Украине безрассудным, неизбирательным и позорным нападением. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Магерини предупредила, последние события неизбежно приведут к дальнейшему ухудшению отношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Преступлением против человечности назвал теракт в Мариуполе президент Украины, таким же, как расстрел пассажирского автобуса под Волновахой и убийство людей на остановке и в троллейбусе в Донецке. Порошенко уверен, международная коалиция в поддержку Украины должна дать отпор преступлениям террористов. И, кстати, об этом президент говорил с мировыми лидерами в Рияде. В Саудовскую Аравию все приехали на похороны короля Абдаллы, но для украинского президента визит был коротким. За событием в Мариуполе Порошенко прерывает поездку и вылетает немедленно в Киев. На завтра он уже созывает заседание СНБО. Кстати, о прощании с королем Саудовской Аравии мы еще поговорим с вами. Сейчас материал готовится к эфиру. Созвать заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Мариуполя призвал официальный Киев сегодня на заседание оперативного штаба силовиков. А все доказательства российской агрессии будут тщательно собраны и предоставлены для суда в Гааге. Силовики утверждают, что по их источникам решение наступать на силы АТО было принято вчера на заседании Совбеза России. Сейчас украинские войска проводят перегруппировку и усиливают артиллерийские подразделения. Сейчас мы проводим соответствующий вагон по целям, которые нам проверены и из которых, под нашим данным, ведется вагон по мирным населенным пунктам. В том числе Добальцево, Авдеевка и Мариуполь. И вот еще реакция властей. Спикер парламента Гройсман заявил, что депутаты должны быть готовы к внеочередному заседанию Верховной Рады и все быть в Киеве 26 января. В столице, на Майдане незалежности, вечером почтили память погибших в Мариуполе. Видела все Ирина Романова, она с нами на связи. Ир, тебе слово. Алексей, добрый вечер. Ну, собственно, как только появилась информация об обстрелах в Мариуполе и как только стало известно о первых погибших, полк Азов, который сейчас защищает этот город у себя на страничке, призвал киевлян и гостей города прийти на Майдан независимости и почтить память погибших. И вот несколько часов назад вечером сюда начали подходить люди, они несли цветы, свечи и выложили зажженными свечами слово «Мариуполь» и почтили минутой молчания память погибших сегодня в городе. Спасите, моя родная, Мариуполь, что мы все. Да. Кожна крапля пролитое крови – это крапля боли на моем сердце. Так что, понимаете, тут нема безпосередних родичей. Это родичи, мы все. Мы должны дать отчищу, дать такую отчищу, чтобы враг понимал, что украинцы никогда не станут на колени. Украинцев никогда не сдолать. Мы станем все до купи и мы защитим свою батьковщину. Ну и, собственно, киевляне и гости города постоянно подходят сюда, несут цветы. Они все скорбят вместе с мариупольцами и поддерживают их в эти трудные минуты. Ну а те, с кем нам удалось пообщаться, причем даже с женщиной, они все полны решимости дать отпор врагу, если понадобится, и даже защищать свою землю. Алексей. Спасибо, Ира. Это была Ирина Романова из центра столицы. Там скорбили по погибшим в Мариуполе. Но сейчас с нами на связь выходит Вениамин Трубачев. Мой коллега работает на линии фронта. Веня, здравствуй. Я знаю, ты сегодня был в районе Донецкого аэропорта. Как там прошел день? Да, Алексей. В районе Донецкого аэропорта продолжаются серьезнейшие обстрелы. Боевики не прекращают артиллерийские атаки ни на минуту. Боевые действия идут и в ближайших селах. Это Песка, Орловка, Тоненькая, Опытная и другие. Вот я сегодня там работал вблизи этих населенных пунктов и могу сказать, что постоянно слышны взрывы и залпы. Ситуация там без преувеличения серьезная и меняется каждый час. Наступает противник. Жестко наступает. Выбили ребят. Бьют, не останавливаясь. И старинки договоренности. Продолжение следует. Я, например, воюю за свою страну. Не за правительство. Я воюю за свою страну. Моя страна велика. Боевой дух у нас хороший. Все нормально. Все будет хорошо. Мы надеемся на лучшее. И только победа. Больше никак. На этом участке фронта украинская разведка постоянно фиксирует скопление техники и личного состава со стороны Донецка. Все военные уже в открытую просят не называть противника ни боевиками, ни террористами. Они говорят, что против них сейчас на этом участке фронта, по крайней мере, воюют регулярные войска Российской Федерации. И они говорят, что у них новая техника и вооружение российского производства, российского образца. Уже не раз колонны замешали в разведке были, замешали колонны с русскими флагами. То есть не ДНР, а русские. Ну видно, что солдаты русские. Несмотря на такую тяжелую, без привлечения ситуацию, украинские военные не стреляют по населенным пунктам, чтобы не нанести урон мирным жителям. В свою очередь, российско-террористические войска регулярно обстреливают села и города в районе Донецкого аэропорта. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Но точные данные назвать невозможно, из-за того, что в этом районе идут постоянные боевые действия и не прекращаются. У нас в огороде метров 20 от дома воронка. Что-то взорвалось. Вы увидели искры. А что это? Кожело сказать. Вылетели окна. Люди прячутся в подвалы. Пока у нас с нашего именно села, пока двое погибших. В целом, по всей линии фронта, от границы с Россией в Луганской области до Мариуполя в Донецкой области, ситуация за минувшие сутки значительно усложнилась. И в Минобороны уже официально заявляют, что боевики вместе с российскими подразделениями, с российскими войсками переходят в наступление. Алексей. Спасибо, Вень, за работу. Это был Вениамин Трубачев. Он продолжает работать на самой линии фронта. Теперь о мирных жителях оккупированных городов. Как пережили день в Донецке, Луганске и Красногоровке. Мы дозвонились людям. Давайте послушаем. В Донецке очень сильно волнуется по-прежнему из-за пропускной системы. Например, люди читают вещи, которые можно вывозить с собой из зоны АТО или везти в зоны АТО. И говорят, там, допустим, из зоны АТО, ну, можно вывозить вещи, бывшие в употреблении. А как же, если человек везет какие-то новые вещи свои, либо везет кому-то подарок из родных. Далее очередная проблема опять. Чтобы выехать, нужно точно указать цель. То есть, есть ли у тебя там родственники на большой земле. Родственники, допустим, есть. И как доказать, что они родственники? Люди говорят, нас здесь заперли, как везер вон. В нескольких микрорайонах Донецка, где снарядами еще в понедельник и вторник были повреждены линии электропередач, света нет до сих пор. И отремонтировать их, похоже, нечем. Нет заточастей и материалов. По-прежнему нет воды. Многие дома остались без газа. Люди не знают, куда прятаться, потому что сейчас очень холодно. И в основном в Камбруде очень много затопленных подвалов. То есть, людям даже негде спрятаться зимой. Монаж продолжает обстреливать террористы со стороны Донецка. Обстреливают тяжелой артиллерии, градами и, наверное, гаубицами или еще чем-то. В городе находиться очень опасно. И в нашем городе так же сам продолжается невыплата пенсий некоторым людям, невыплата детских пособий. В Днепропетровске СБУ задержало информатора террористов по кличке Монах. Во время обыска в его квартире изъяли ноутбук, средства связи с боевиками и две гранаты F1. Задержанный уже сознался. По заданию так называемых ДНР-овцев он создал широкую сеть информаторов среди интернет-пользователей Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. Те сливали ему информацию о количестве вооружений и перемещениях украинской армии, а также размещении блокпостов. За это Монаху грозит до 15 лет лишения свободы. Также ополченцы просили меня собирать информацию о украинских активистах, помогающих армии, военном госпитале, секретных цехах Южмаша, настроениях в городе и области. За выполнение этих задач они обещали мне заплатить серьезную сумму денег в долларах в США, из-за чего я согласился. Нападение на съемочную группу подробностей произошло сегодня в Москве. Журналистов оскорбляли, а затем попытались сломать технику. Детали у участника этих событий. Данила Русакова. Вопрос, вы какой из МИИ? Можно задать? Я не разрешал меня снимать. Человек, внезапно появившийся на согласованном с властями пикете в поддержку Украины, назвал себя врачом детской поликлиники. Начал оскорблять противников войны и даже желто-голубой флаг из рук манифестантов попытался вырвать. А потом представитель интеллигенции переключился на журналистов. Так, убрали камеры! Подмога с оранжево-черными лентами подоспела быстро. Агрессивно настроенные прокремлевцы принялись звонить в полицию. Это ужасно, когда оскорбляет Путина! Всех участников согласованного антивоенного мероприятия пообещали посадить за экстремизм. Затем те, кто называли себя патриотами, принялись активно представляться на камеру. Юго-западный освободительный фронт. Юго-западный? Ой, Юго-западный. Гоша, расшифруй, пожалуйста, товарищи. Пока Гоша расшифровывал, активисты российской оппозиции продолжали разворачивать плакаты. Тему сегодняшнего нападения на Мариуполь многие из них восприняли как личную трагедию. Отвратительные отношения. Что наступает плохо. Что завозят технику. Что до 9 тысяч состав увеличен. Отвратительно. Наряд полиции подъехал оперативно. Люди в форме проверили документы. Выяснили, что мероприятие согласовано. И почти сразу же стали вязать митингующих. Пикет не продлился и больше часа. Двух человек задержали. Официальная причина наличие карикатур на плакатах и украинского флага. Активистов с оранжево-черными лентами в автозак сотрудники полиции отводить не стали. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Хилари Клинтон спародировала Путина. Бывший госсекретарь США представила, как происходят выборы в России. Свидетелями мини-сценки, в которой политика изобразила внутренний диалог кремлевского лидера, стали участники встречи с Клинтон в Виннипеге. Предлагаю, посмотрите вам. Владимир, не хотел ли бы ты снова стать президентом? Думаю, хотел бы. Так почему бы нам не объявить об этом? Скажем Дмитрию, что он будет премьером. Чудесная идея. Чудесная. Мои последние новости из Мариуполя. Далее в подробностях мы еще раз поговорим с городом, пережившим теракт. Смотрите, мы знали. Наручники вместо денег. В Кременчугской налоговой стало на одном с доимцем меньше. Янтарь раздора. В Рименской области сошлись в рукопашной милиционеры и старатели. Неожиданное охлаждение. Почему между Тель-Авивом и Вашингтоном пробежала черная кошка? Налог в особо крупных размерах. В Кременчуге, это Полтавская область, на взятки в полмиллиона гривен попался замначальника городской налоговой службы. Сотрудники УБОПа и прокуратуры задержали его с поличным. Чиновник как раз получал мзду от местного предпринимателя за содействие в закрытии против него уголовного дела. Бизнесмена подозревали в неуплате налогов. Теперь уголовное производство открыто и против чиновника. Скандал вокруг крупнейшего нефтедобытчика страны Укрнафты набирает обороты. Почему государство недополучает от компании миллиарды гривен и в чьи карманы не идут? Наши корреспонденты продолжат. Государство не может вернуть себе контроль над Укрнафтой. Об этом свидетельствуют всплывшие в прессе документы. Оказывается, еще в 2010 году тогдашний кабинет министров заключил сделку с крупнейшим частным акционером компании, группой «Приват», у которой 42% акций. Миноритарию отдали право назначать 5 из 8 членов наблюдательного совета, а главное выдвигать кандидатуру председателя правления. Государство, у которого половина акций добровольно сдало компанию. Первый зам главы правления господин Гиденко был одним из соавторов этого соглашения. Государство, имея контрольный пакет акций, фактически не может управлять ни компанией, ни распределять дивиденды. Более того, поменять устав без «Привата» тоже нельзя. Спор может решить только лондонский суд. Но перспективы Украины там туманные, уверены эксперты. Все оформлено верно. Это может затянуться на несколько, может даже и десятков лет, исходя из того количества судебных исков, которые могут быть поданы теми же акционерами. А это потерянные для страны миллиарды гривен. Скорее всего, правительство пойдет на компромисс с «Приватом», на тех или иных условиях. Торг может идти по более широкому кругу вопросов. Укрнафта и все, что скрывается за ее ширмой, станет настоящим испытанием для высших чиновников Кабинета Министров. Испытанием на жадность. Прежняя власть ее не выдержала. Хватит ли нынешнему Кабинету Министров инстинкта выживания не подавиться золотыми батонами от реальных распорядителей Укрнафты? За этим процессом наблюдают не только в Украине, но и за рубежом. Оксана Григорьева, подробности, телеканал «Интер». В Риненской области новый эпизод янтарных разборок. И снова досталось милиционерам. Они пытались задержать старателей. После того, как одного взяли, прибыло подкрепление. Около 40 человек в балаклавах. Милиционеры утверждают, люди были вооружены и набросились на них. Пришлось отпустить задержанного, отдать изъятые мотопомпы и ретироваться. Теперь милиция обещает жесткую реакцию. Говорят, хоть нападавшие и скрывали лица, личности их все равно установят. Працельники приняли решение не застосовывать вогнепальную зброю, которая у них была так же, как силы были довольно таки, скажем так, нерівними. Частина осіб нам уже відома. Всего неделю назад подобная ситуация произошла в соседнем Аракитновском районе. Во время отработки одного из месторождений янтаряна, милиционеров, напали люди в балаклавах. Несколько правоохранителей оказались тогда на больничных койках. Саудовская Аравия простилась с королем Абдаллой. Кто провожал последний путь монарха и кто поведет страну дальше? Смотрим сюжет. Погила на кладбище Эль-Уд. Вокруг сотни скорбящих. Здесь покоится тело шестого короля Саудовской Аравии Абдаллы. Его тело предали земле согласно традициям, без особых почестей. Заупокойные молитвы читали ранее в большой мечети Эль-Рияда. Среди тысяч простых людей на траурной церемонии были эмиры Кувейта и Катара, премьеры Пакистана, Малайзии и Египта, вице-премьер Омана, король Бахарена, президент Турции, а королю Ярдании Абдалле II даже пришлось досрочно покинуть Всемирный экономический форум в Давосе. Сегодня и завтра Саудовская Аравия будет принимать также европейских лидеров. Франсуа Ланда, Джо Байдена, принца Чарльза, Дэвида Кэмерона, короля Испании Филиппа VI. В Эрияде и Петр Порошенко. Там он не только, чтобы поучаствовать в травмных мероприятиях, но и познакомиться, а также выразить соболезнования уже новому правителю, 79-летнему брату покойного Салману. В последние годы, когда здоровье короля Абдаллы ухудшилось, именно он был фактическим руководителем страны. Молю Господа, чтобы помог мне служить моему народу и исполнить его мечты, спасти людей от опасности, чтобы они жили в мире. Впрочем, Салмана многие называют проходной фигурой в Саудовской Игре Престолов. Новому королю без малого 80. У него уже слабое здоровье. И хотя в официальных сводках об этом ни слова, все больше внимания мировой общественности к фигуре очередного наследника, 69-летнего принца Мухрина, который стал им вопреки принципу старшинства. Так захотел сам Абдалла и еще в марте прошлого года назначил его вице-наследным принцем. Мухурин сын основателя династии и еменской служанки. Хорошо образован. Учился в военно-воздушной академии в Британии. Был военным летчиком, потом губернатором Медины. С 2005 по 2012 один из руководителей разведки. Занимался вопросами, в которых Саудовская Аравия могла выступить посредником, например, между США и афганскими талибами или Пакистаном. Мы следим за террористами везде, где они могут проявлять активность. Мы знаем, где они. Кстати, Мухурин пользуется расположением Вашингтона. И, очевидно, страны продолжат тесно сотрудничать. Уже на следующей неделе Барак Обама лично посетит Эр-Риад. Ирина Иванова, подробности телеканал Интер. А вот с Израилем Вашингтон рассорился. Давние союзники, их отношения вдруг дали трещину. Почему материали нашего американского корреспондента Дмитрия Еловского? На соблюдение элементарных правил протокола стоило премьеру Израиля Беньямину Нитаньяху расположение Белого дома. Все просто. Оказалось, что израильский лидер в обход администрации президента Америки договорился о собственном выступлении в Конгрессе по иранской проблеме. В офисе Барака Обама расценили это как пощечину и заявили, встречи президента Америки и Нитаньяху не будет. Но! Просто потому, что американцы не хотят давать какие-то дополнительные очки израильскому лидеру, накануне выбрав в Семьер-Министр страны. Это официальное объяснение. Неофициальное. Лидер одной страны должен все-таки сообщить лидеру другой о своем визите. Именно ему, а не американскому парламенту, в котором, к слову, уже давно сохраняют преимущество республиканцам оппозиционера Барака Обама. И Нитаньяху неспроста решил сперва обратиться все-таки к Конгрессу. В Америке ведь сейчас рассматривают вопрос о новых санкциях против Ирана из-за его ядерной программы. И эта проблема стала причиной нового витка напряженности в отношениях между Белым домом с одной стороны и Капитолием с другой. Обама недавно заявил, что новые ограничения против Тегерана вводить никак нельзя. Впервые за долгое время с этой страной наладился какой-никакой, но все же диалог. А вот конгрессмены, наоборот, считают, что санкции вводить надо как можно скорее, даже понимая, что, скорее всего, президент наложит на это решение свое вето. Так что, по сути, премьер Израиля захотел еще раз убедить Конгресс принять санкции против своего соседа. Госдеп Америки тоже не особо приветствует визит Нитаньяху, но он все-таки состоится. Правительство сейчас активно пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Мол, ничего страшного, отношения с Израилем нормальны, ничего не происходит. Но только кажется, что лидеры этих двух стран, ну, как-то просто не любят друг друга. Дмитрий Ловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Как профессия помогла дублеру Чака Норриса в тюрьме? И из-за чего сцепились в парламенте две депутатки из Афганистана? Смотрите в нашем обзоре. Женская рукопашная. В парламенте Афганистана словесная перепалка переросла в драку двух депутаток. Причиной раздора стало наличие двойного гражданства у кандидата на пост главы Центробанка. Женщину успокоила охрана, выведя из здания парламента. Маленькая да удаленькая. Полиция Гонконга разыскивает девочку 12 и 14 лет. Ее подозревают в похищении бриллиантового колья стоимостью 4,5 миллионов долларов. Правоохранители предполагают, юная воровка только исполнительница хитрого преступления, организованного двумя женщинами и мужчиной. Пока они притворялись покупателями, девочка и украла колье. Бывший дублер Чака Норриса задал жару террористу. Произошло это в греческой тюремной столовой. Осужденный каскадер Василий Сварелос опробовал несколько приемов техасского рейнджера на местном боевике Христодулосик-Сиросе. Что они не поделили, неизвестно. О разборках узнали благодаря камерам наблюдения. Негуманная смерть. Трое преступников, приговоренных к высшей мере наказания, попросили Верховный суд США запретить седативный препарат медизолам для осуществления смертной казни. Смертники утверждают, он приносит боль, а это противоречит американской конституции. Свой вердикт по этому делу Верховный суд планирует вынести летом. На бостонском аукционе с молотка ушло письмо выжившей пассажирки Титаника. Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, выложил за послание почти 12 тысяч долларов. Письме Люсиль Дав Гордон, дизайнер одежды для состоятельных людей, возмущается, что и упрекает в стремлении спастись любой ценой. Автор послания ее мужа обвиняли в том, что они подкупили членов экипажа, чтобы быстрее покинуть тонущий корабль. Беспощадная судьба. Американец, который 18 лет отсидел по ложному обвинению в убийстве жены, погиб в ДТП. Недавно правоохранители признали свою ошибку и отпустили Джона Грега на свободу. Правда, мужчину настигла иная участь. Он скончался от травм после аварии на своем фургоне. Страшные сигаретные пачки без брендов. Это реальность современной Европы. В Британии собираются запретить маркировать табачные изделия логотипом производителя. Кто за, кто против. Вознял Оксана Кундеренко. Все пачки сигарет страшные и безликие. Скоро витрины британских табачных киосков станут идентичными. Единый дизайн упаковки пока не утвержден, но ее могут украсить пугающими картинками с фотографиями заболеваний или просто сделать однотонной с серьезным предупреждением об опасности курения. В любом случае привычных логотипов англичане не увидят. Законопроект об этом подан на рассмотрение парламента и имеет все шансы быть приняты. Наше правительство собирается защищать детей от пагубного влияния табака. За стандартные упаковки для сигарет парламент проголосует до мая этого года. Попрощаться с Мальборой и Кентом в Британии собираются с 2016 года. Примеры имеются. Далекая Австралия успешно провела сигаретную реформу в 2012-м и снизила количество продаж на 4%. Продавцы табака, конечно, не в восторге. Заядлые курильщики как дымили, так и дымят. Но вот новичков, ставших жертвой пагубной привычки, стало меньше. Я очень рада, что правительство наконец-то начало прислушиваться к экспертам. Очень долго общественные деятели настаивали на подобной реформе. Голоса против, естественно, тоже есть. Табачные компании пугают депутатов тем, что рынок заполонит белая контрабанда. Невозможно же проследить, настоящие ли сигареты той или иной марки скрываются в стандартных пачках. А еще возмутились крупнейшие страны-производители табачных изделий. Они теряют прибыль и судятся с Австралией в арбитраже Международной организации торговли. Первые слушания назначены на май. Решение не раньше следующего года. Оксана Хундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Мы снова возвращаемся к обстрелу Мариуполя. Сотрудники СБУ перехватили переговоры боевиков по прозвищу «Террористы Пепел» до и после залпов Града по городу. Послушайте. Насыпь нормально на восточный. Ну сделай хоть раз нормальное. Девятиэтажки там, братик? Да они на еде, брат. От них они на еде на трассе, на сыпь, на сам блокпост. Там-то девятиэтажек колотить. Наверное, километра полтора. Они еще лучше толоковку туда на сыпь. Что обсуждают эти братики, мы уже знаем, как результат десятки погибших мирных жителей. Давайте вернемся к Мариуполю. Снова на связи Александр Пантелеймонов. Саша, какие самые последние новости ты можешь нам сообщить? Да, Леша, вот сейчас пока в городе спокойно, обстрелы не повторялись. И хочу заметить, что в микрорайоне Восточный около 35 тысяч человек по приблизительным подсчетам остаются без тепла и света. Да, достаточно сильно похолодало. По последней информации, микрорайон Восточный сейчас оцеплен правоохранителями. И хочу сказать, что в городе вот сегодня была такая легкая паника. Даже распространялись провокаторами слухи о том, что наши военные хотят оставить Мариуполь. Но хочу сказать, что наши военные утверждают, и это действительно так, у них достаточно сил и средств для того, чтобы отразить любое наступление. И никто из Мариуполя не выходит. Ну и могу также добавить, что завтра в Мариуполе пройдет всеобщий молебен за мир. И там будут также и почтят память погибших. Алексей. Да, сложная ситуация в городе. Саш, спасибо за работу. Мы просим и тебя, и всю съемочную группу. Пожалуйста, будьте очень осторожными. Это был Александр Пантелеймонов с самыми последними новостями из Мариуполя, города, который сегодня пережил страшный теракт. Ну и все же, напоследок, о тех, кто провел на передовой почти пять месяцев. Буквально полчаса назад они вернулись домой, в Черкассы. Бойцов 14-го мото-пехотного батальона встречал весь город. С сентября ребята удерживали позиции под Волновахой. За это время подразделение потеряло три человека. И только неделю назад батальон отправили на ротацию в Запорожскую область. Теперь там его постоянное место дислокации. Весь личный состав – выходцы из Черкасской области. Домой они приехали в кратковременный отпуск. А затем подразделения доукомплектуют техникой и людьми и снова отправят в зону АТО. На 10 дней, 10 суток дали. Отпустки, через 10 дней обратно. Обратно ты в комплектацию, обратно в бой. Такой была эта суббота. Черная суббота для Украины. Я просто хочу поблагодарить вас за внимание и попрощаться до следующего раза. КОНЕЦ КОНЕЦ